День Перамоги – особенная свято для всего белорусского народа. Его означают как в великих городах, так и в маленьких вёсках. В таго же в особенных районах есть свои предметные традиции. Так, в Лове, в этот святочный день складывают венки не только до мемориалов, но и на воду. Об этом, как и почему это происходит, расскажет наш корреспондент Ганна Корольчук. В осенью 1943 года на территории Лоевского района разгорнулася битва за Днепр. Одна из наибуйнейших операций на Усходнем фронте. Подчас ЕЕ Центральный фронт под командованием Константина Рокоссовского переодолел махут на оборону черубеж немецких войсков на Днепры, так званый Усходний вал, и овалодал плацдармом на правом березе Ракеу в районе Лоева. До речи сама линия фронта по РЦ растягнулася на 750 километров. Из-за двух боков тут воевало 4 миллиона человек. Рашение Рокоссовского операций в войске от Гомеля до Лоева именно тут подчать операцию историки лечат гениальным, а выключенная нужность и героизм бойцов были высоко отзначены керавництвам. 365 человек отримали звание Героя Советского Союза, а в уголе на территории Лоевского района поховано больше за 11 тысяч человек, которые загинули при его вызволении. Гэтый прорыв мяу важное значение для далейшего вызволения белорусской земли от фашистских захопников. Дякуючи яму, у Верас не удалось вызволить Камарын – первый районный центр Беларуси. А скончилась операция прострый месяц уже на территории Украины при вызволении Киева. Что хоть 9 мая на центральный площадь Лоева сбираются мясцовые жахары, как бы вспомнить имена героев Великой Отчинной войны и ушановать их память. Разом с именами на свято приезжают ветераны, яких у района засталось 17. Центральная площадь, она не просто как бы центр города, это священное место. Первый день войны лоевчане встретились здесь, на нашей центральной площади. У каждого был радио, но все шли к рупору, который обвестил об этой страшной трагедии, которая случилась. И День Победы опять же он собрал на этой площади всех, потому что это была великая радость, и разделить ее хотели все вместе. Мы помним, мы живем, мы уверены всегда в том, что нас ожидает завтра тоже мирный день, и мы будем трудиться на благо нашей Родины. А кроме традиционного святкования на площади Каля Мемориалу у Лоеве, урочистости протягиваются и в приграничных водах Днепра. Кабы дать данину памяти героям войны, что год супрацовники Гомельской пограничной группы проводят парад катеров и ускладают венок на воду. Такого святкования Дня Перамоги вы не убачите больше неделю в Беларуси. А поглядеть его и наведать братские могилы, у Лоевский район год за годом зъезжаются родные не только загинувших беларусов, а и русских, казахов и украинцев. Так Александр и Наталья Шубины на протягу 8 годов приезжают сюда из Москвы. С початку на митинг увез к убывальке, потом на параду Лоеве и салют в областный центр. 20 октября 43-го года здесь в районе деревни Синская, раньше называлось теперь Синск, погиб мой дядя, брат моей мамы, лейтенант Дубинин. Я только единственное знал, что он погиб в Беларуси, но мама моя неграмотная, она не знала. Родственники все умерли. Он задался с целью найти, если возможно, были здесь и наши дети, и племянники. Мне бы хотелось выразить благодарность руководителям страны, жителям, что они сохраняют память о солдатах всех, вне зависимости, кто они, русские, евреи, без разницы. Они, в первую очередь, воины. Здесь не имеет значения, какая национальность, вероисповедание. Они просто шли, защищали нас. Форсирование Днепра стало одной из самых кривавых битв у Великой Ачинной войны. И на Ватцаперпра 75 годов супрацовники Музея битвы за Днепр протягиваются работать с архивами и устанавливать имены загинувших червон армейцев. Их засталось еще шмат. Ганна Корольчук, Павел Антонов, Телерадо, компания Гомель, Злоева.